На юге Израиля вновь слышны звуки сирены воздушной тревоги. Палестинские боевики обстреливают приграничную зону ракетами. И все это происходит накануне Евровидения, проведение которого оказалось под угрозой срыва. Подробности у Сергея Услиндера. 50 раз над израильским югом звучала сирена воздушной тревоги. В течение нескольких часов террористы выпустили более сотни ракет по огромной территории. От Бершевы до Ашкелоны. Это больше двух миллионов человек. Под огнем и крупные города, и приграничные кибуцы. На юге срочно открыли бомбоубежище. Отменили массовые мероприятия. Жителям рекомендовано не покидать свои дома без особой необходимости. Пострадавших почти нет. Только пережившие нервный шок во время обстрелов, да несколько человек получили травмы, пока бежали к убежищам. Большинство ракет перехватила система «Железный купол». Это подвал, я думаю, очень надежный. Первый этаж. Я закрываю окно, как бывает, азака, сирена. Закрываю сразу. И был сильный бомб, чуть не оглушило уши. Когда был второй раз «Цева» дом, все соседи даже забежали сюда, с улицы. Армия немедленно ответила сильными ударами с воздуха. Боевые самолеты и вертолеты приступили к уничтожению ракетных установок. Танки вышли на прямую наводку и бьют по позициям боевиков. Работает артиллерия. Флот стягивает к побережью анклава свои корабли. В Южном военном округе объявлено состояние повышенной боеготовности. В правительстве идет срочное завещание. Обсуждают, как реагировать. Ответственность за обострение взяли на себя террористы из ранее малоизвестной группировки бригады «Аль-Макам». Впрочем, эксперты полагают, что к обстрелам причастен и Хамас. Настолько мощными они были. Накануне группу израильских военных, в которой находился высокопоставленный офицер, обстреляли снайперы. Двое солдат получили ранения. Конфликт начался после ответного удара. Ничего особенного в этом обострении бы не было. Такие теперь происходят каждые 2-3 месяца. Но через несколько дней в Израиле должен начаться конкурс Евровидения. И Хамас обещает его сорвать. Для этого, как утверждают боевики, у них есть ракеты, способные достичь Тель-Авива. Сергей Услендер, Хабар-24.